Вот так вот стряхнул сейчас он польского бойца. Седьмой раунд. Половина поединка позади. Напомним, на кону стоят пять чемпионских поясов. Четыре из них титул чемпионом мира в разных фестах. Все свое богатство Владимир выставил на кон в этом бою. Да, уже побаиваться, вах, соперника. Ну, по крайней мере, остерегается. Тоже, ой-ой-ой, у него крепкий подбородок. Точно в челюсть, ведь пришел удар. Все-таки руки у поляка длинные. Достает он, нет-нет. Ну, два-ноль-восемь размах рук у Ваха и два-ноль-шесть у Владимира. Ну, вот эти удары, знаете, такие, которые одиночные выбрасывает Мариуш Ваха, чувствуется, что сила в них еще осталась. Надо быть осторожным. Вот я, наверное, за много лет вижу, наверное, самый интересный поединок в исполнении Кличко. Не, ну, что там говорить. Конечно, соперник это не Тони Томпсон и не Мормек. Да. Когда упрекали Владимира, что уже он боксирует вообще с какими-то чуть ли не легковесами. Ой-ой-ой. Какие точные попадания. Даже по звуку вы слышите, какой силы удара пропускает. Полякин держит. Ну, вообще не шелохнуть. Ну, это должно накопиться. Все равно это в каком-то аукнуться на каком-то ударе или в каком-то раунде. Но седьмой раунд. Продолжается эта бомбардировка. А Вах все еще на ногах. Вы знаете, вот где-то примерно за месяц до поединка я думал, что перспективы Ваха, наверное, 5% из 100. У Ваха перспективы Аховы. Ближе к бою я посмотрел его бои, я понял, да, там где-то процентов 15 будет точно. Ну, вот, наверное, в пятом раунде эти проценты, эти 15% и были. Вот они уже заканчиваются. Поставил параут, щетка поставил на рельсы Кличко и поехал. Не, ну, понятно, что превосходство чемпиона тут по всем статьям, да? И в техническом плане, и в скорости, и в видении бокса. Выстоял. Ну, то, как стоит Ваха. Не хватило опять буквально 10 секунд, наверное. Ну, как стоит Ваха, отравда к раунду. Это вызывает уважение, я вам скажу. Вызывает, бесспорно. Ну, вот, скорее всего, не на русских. Скорее всего, отец. Да, он похож, конечно. Вообще, очень много людей с разных стран, в том числе из Польши и Украины, приехало на этот турнир, на этот матч. И вот я представляю, да, каково родителю, отцу наблюдать, когда твой сын стоит под таким градом ударов. Под прессом. Под прессом, под такой бомбардировкой, что он переживает. И какие мысли у отца. Да. Скорее бы, все закончилось. Мне кажется, уже на пределе Марио Швах, даже вот потому, как он слушал сейчас свой удар. Посмотрите, какой удар пропустил. Вот он, по концовке прошлой трехминутки. И это туда чуть ли не был последним. Ну что, накопилось. Сейчас подустала голова уже у польского спортсмена. Ведь, ну не может он терпеть столько ударов все 12 раундов. И понимаю, боксер не бит, я понимаю, он еще ни разу не был на полу, но сам уровень спортсмена совершенно разный. Но мужественный парень. Действительно викинг. Как будто вот, ну все вроде бы. Вес почти один, рост почти один и тот же. Но вот просто несколько разные лиги у того и другого спортсмена. Как будто Кличко выступает в суперлиге, а Вах только стремится подойти к первой. Только на желании. Только на желании. Он еще стоит на ногах. Ой-ой-ой. Ну вот начинается, похоже. Это конца раунда еще много-много, почти две минуты. Ой-ой-ой. Ну удивительный боец. Ну стоит. Посмотрите. Я думаю, что сейчас будет у Эдди Коттона повод остановить бой скоро, если так будет продолжаться. Еще один удар. Еще. Да, стоит. Ну дает, а. Уже Кличко уже устал в него попадать. Бьет и теряет надежду, что его соперник свалится на силу ринга. Вы знаете, вот перед боем Сильвестр Сталлоне представлял свой мюзикл, да, «Рокки Бальбо». А мы вспоминаем фильм, как это похоже на фрагменты как раз этих фильмов, да, «Рокки-1», «Рокки-2» и так далее. Когда тот же Сильвестр Сталлоне в ринге держал-держал удар, его избивали-избивали, потом все вот так кардинально менялось. Это, конечно, не кино. Здесь вряд ли такое произойдет. Но посмотрите, да, попадает Кличко, но он устает. Силы там теряются. Темп слишком уж высокий. Выстоит ли поляк этот раунд до конца? Выстоит, мне кажется. Ну, на лице у него написано, что очень ему сейчас не сладко. Ну, ситуация действительно прямо как кино. Да. Ну, ни разу я не видел такого интересного поединка с участием того или другого брата. Нет, ну, вспомните бой Виталия с Леном Сунливисом. Ну, конечно. Но интересно, интересно. Причем такое чувство, что ситуация может поменяться. Вот в другую сторону. Всего лишь один точный удар. Надежда на удар у поляка остается. Но, правда, она все призрачнее и призрачнее становится. Силы уже на исходе буквально. Посмотрите, в каком состоянии. Но надо отдать ему должное. Устала, голова у него. Он стоит. Да. Он продолжает сопротивляться. Он не падает. И он делает тоже в какой-то мере этот бой интересным. Конечно. Своим поведением в ринге, своим мужеством, своей стойкостью. Мне кажется, у Ваха сейчас одна мысль по выражению его лица. Быстрее бы все это закончилось. Ну, его можно понять действительно. Ну, я думаю, что он находился в Гроге. Ну, секунд, наверное, 30-40 из последних трех минутки. Я точно ничего не понимал. Он просто стоял на месте. Еще интереснее. Так вот, уже доехали до 9-го раунда. 2-3 поединка позади. Пока еще стоит на ногах Вах. Я по-другому назвать не могу. Весь зал уже скандирует Кличко-Кличко. Но он делает все, что может. Он попадает. Он бьет. Да уж. За весь бой у Ваха был такой один, пожалуй, явный эпизод удачный для него. Выцеливает, выцеливает Кличко. Он уже готов нанести тот последний удар. Вар только выбирает как. Ну, вот вы видели, да, 2, если не 3 серии в предыдущем раунде, когда он атаковал длинными очень сериями. Много ударов выбрасывал. Ведь он тоже уставал в тот момент. Конечно. Ну, безусловно, сейчас вот он несколько снизит темп. Он будет ждать сейчас какой-то атаки соперника. Попытается, может быть, даже выдернуть Ваха на себя каким-то образом. Но Ваха, мне кажется, просто на автопилоте сейчас действует. Нет, он немного восстановился. Потому что на фоне усталости, общей усталости, Кличко снизил темп. Естественно, стало легче поляку. Вот встречный удар мы видели, посмотрите. Дернулась голова, но он... Как будто, вот знаете, какая-то батарейка влезла. Но они устали оба, посмотрите. Устали оба, бесспорно. Один устал наносить удары, другой устал терпеть. Еще от чего ты сильнее устаешь, можно подумать. От пропущенного удара или от того, что наносишь эти удары? Ну, только отдали с разницей, что эти удары идут тебе в зачет. Да. Темп снизился. Ну, Владимир взял такой небольшой перерыв. Устает ведь, а? Да, этому парню уже можно повесить орден. По меньшей мере медаль за стойкость. За стойкость и отвагу, да. Все правильно. И девятый раунд закончен. Зрителям нравится бой.